Дмитрий Дудко Зам. Губернатора Курской области Александр Николаевич Кривопалов Рассказал, что по итогам прошедшего года товарооборот увеличился почти в 50 раз и составил 14 миллионов рублей. В ходе совещания стороны также обсудили вопросы партнерства в сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, торговли. Курская сторона проявила заинтересованность в поставке рыбной продукции в Севастополь. Кроме того, она предложила проработать организацию прямых поставок в Севастополь мясной и сельскохозяйственной продукции, а также кондитерских изделий. О согласовании внешних границ Севастополя и Республики Крым говорили в понедельник на аппаратном совещании в правительстве. В ближайшее время в составе единой комиссии руководство города совместно с представителями Совета министра и Республики Крым согласуют проект генерального плана разграничения территории на основании кадастровых карт и других документов. На аппаратном совещании обсудили также поступление федеральных средств в бюджет Севастополя и меры по погашению задолженностей по заработной плате. На сегодняшний день официальных материалов, отражающих прохождение границы между Севастополем и Республикой Крым, нет. Из-за неувязок в различных кадастровых картах территория Севастополя оказалась уменьшена на 300 гектаров леса. Отсюда возникла необходимость четко определить внешние границы города. Один из озвученных вариантов решения – провести границу между 90 и 91 кадастровыми округами. Однако в этом случае граница может пройти через ряд земельных участков на территориях Бахчисарайского района и Ялты, которые в результате окажутся относящимися одновременно к разным регионам. Для наведения порядка в использовании земельных ресурсов власти Севастополя и Республики Крым займутся уточнением границ. Эта работа, так понимаю, не на один месяц, а на весь 2017 год. Правильно, чтобы точно решить все вопросы вплоть до каждого физического лица. Не просто 300 гектаров леса, а еще и учесть интересы каждого собственника. Мы предложим Республике Крым двигаться в согласовании генерального плана без привязки к работе по определению границ. И двинемся по определению границ для того, чтобы четко разграниченный документ был вынесен на утверждение Совета Федерации Российской Федерации. На аппаратном совещании также сообщили, вскоре из федерального бюджета в Севастополь поступит больше 2 миллиардов рублей в распоряжение семи ведомств. В соответствии с постановлением правительства России и городским органам власти необходимо заключить договоры с курирующими федеральными органами до 1 марта. К этому сроку должны быть завершены также все конкурсные процедуры по определению подрядчиков на работы, выполняемые за счет субсидий. На данный момент больше всего это, конечно, департамент городского хозяйства 1,935 млрд, департамент транспорта 400 млн, департамент здравоохранения 105 млн, департамент образования 28 млн, департамент сельского хозяйства 50 млн, департамент экономики 40 млн, департамент общественной коммуникации 199,3 млн. Затронули на обратном совещании также вопрос погашения задолженности по заработной плате. На сегодняшний день 11 предприятий не выплатили своим работникам зарплату на общую сумму почти 48 млн. рублей. Как утверждают специалисты, 95% задолжников не банкроты, а экономически активные предприятия. В связи с этим глава Севастополя Дмитрий Владимирович Овсяников поручил руководству департамента труда и социальной защиты населения ввести новый механизм контроля за погашением задолженности по заработной плате. Через неделю руководители профильных департаментов правительства Севастополя отчитаются перед главой города о мерах, предпринятых для улучшения ситуации. Анна Леготина, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. 1 февраля личный прием граждан проведет руководство Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Севастополю, сообщает прислужба ведомства. Обращения принимаются с 15 до 17 часов по адресу площадь Нахимова, дом 1. Прием проводится по распоряжению полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе. Полиция Севастополя разыскивает 15-летнего Дмитрия Долгополова. Как сообщили в прислужбе городского управления Министерства внутренних дел России, парень ушел из дома 27 января и до сих пор не вернулся. Его приметы на вид 17 лет, рост 170 сантиметров, телосложение плотное, волосы темно-русые, модельная стрижка, глаза карии. Был одет в удлиненную темно-синюю куртку, клетчатую рубашку, светло-бежевые джинсы. На ногах были темно-коричневые завышенные кроссовки Nike. Дмитрий был с рюкзаком черного цвета. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия, полиция просит сообщить по телефону 54-41-81, 59-44-57, плюс 7-917-49-044-44 или 102. Севастопольские полицейские задержали злоумышленника, который совершил кражу велосипеда, сообщает прислужба управления Министерства внутренних дел России по Севастополю. Жалоба в дежурную часть Нахимовского районного отдела МВД поступила от местной жительницы. Из ее дома пропал велосипед стоимостью 10 тысяч рублей. Подозреваемого в совершении кражи задержали по горячим следам. Злоумышленником оказался 37-летний сосед потерпевший. Похищенный велосипед изъяли по месту жительства и вернули владелица. В данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. 11 фактов нарушения правил дорожного движения пешими участниками выявили сотрудники Севастопольской государственной автоинспекции в ходе рейда «Пешеход». Об этом сообщает прислужба городского управления Министерства внутренних дел России. В отношении нарушителей были составлены административные материалы. Напомним, за несоблюдение пешеходами правил дорожного движения им грозит наказание в виде предупреждения или штрафа на сумму 500 рублей. И на этом пока все. В студии работал Дмитрий Дудко. И я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова